29 декабря 2015 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином был подписан федеральный закон о внесении изменений в статью 169 ЖК РФ. А именно, эта статья была дополнена частью номер 2 следующего содержания. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих, неработающих, собственников жилья от 70 до 80 лет. В соответствии с этим федеральным законом с 1 июля на территории Свердловской области вступил в действие закон от 28 марта 2016 года номер 32 ОЗ. Этим законом предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме следующим категориям граждан. Это одиноко проживающие, неработающие, собственники жилых помещений, достигшие 70 лет, или проживающие в составе семьи, состоящие только из собственников жилых помещений, совместно проживающих, достигших также возраста 70 лет в размере 50%. Другая категория – это одиноко проживающие, собственники жилых помещений, достигшие 80 лет, или проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет в размере 100%. То есть, если в квартире проживает один собственник, достигший 70 либо 80 лет, он имеет право на льготу. Если в семье проживают два таких собственника 70-80 лет, то они также оба имеют право на получение льготы. Но законом областным также предусмотрено, если гражданин имеет право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по указанному выше закону, и одновременно на компенсацию расходов на оплату жилого помещения по другим законам Свердловской области или Российской Федерации, то гражданину предоставляется право выбора одной из мер поддержки, социальной поддержки. То есть, к нам обращается очень много пенсионеров, которые имеют звание ветеран труда, труженик тыла и получают уже компенсацию на оплату коммунальных услуг и содержание жилья, то эти граждане уже не имеют права на получение компенсации на оплату капитального ремонта. Но право граждан выбрать, но опять же сумма будет несоразмерна. Если сейчас ветеран труда получает примерно 1250 рублей компенсацию на коммунальные услуги, то вот как раз суммы 140 рублей и 280 рублей ему совершенно невыгодны. Так как услуга носит заявительный характер, мы ждем всех пенсионеров, которые желают к нам прийти с оформлением каких-либо компенсаций. И, пожалуйста, пусть приходят к нам. Приемные дни в службе субсидий с понедельника по четверг с 8 утра до 17 часов с 1 по 20 число каждого месяца.